Кольцо можно договориться, но главное, надо разговаривать. Если нет диалога, если нет разговора, это будет эскалация, эскалация, и будут гибнуть люди. Вот я забыл у журналистов спросить даже военных, ТВ нашего, ну каково воевать при 40-градусной жаре. На улицу страшно выйти, а им же надо полная экипировка, еще и бронежилет напялить. Муки для ребят жуткие, а еще и гибнут же, а это чьи-то дети. Поэтому вот пример того, что разговаривая, можно договориться. Говорит о том, что в Украине нормальных людей достаточно, особенно среди военных. Договорились. Думаю, хороший пример, будем пример для украинцев. Если они готовы садиться за стол к переговору и договариваться, обсуждать и договариваться эту тему. Пока подталкиваемые, мы это видим, по последнему совещанию, блока НАТО, украинцы воюют. Воюют до последнего украинца. Очень жаль. Но надо разговаривать. Я думаю, мы в ближайшее время на встрече с Владимиром Путиным обсудим эти проблемы и подумаем, как мы будем действовать дальше. Но я хочу, чтобы люди знали, я абсолютно убежден и доверяю нашей разведке. Ситуация стабилизирована на белорусско-украинской границе. Войска их отведены. Поэтому, ребята, посмотрите, наши войска нужно убирать с границы. Чтобы они понимали, как мы договаривались, что мы не собираемся воевать и не собираемся здесь концентрировать свои вооруженные силы, кроме сил специальных операций. Поэтому я думаю, что, Вадим, ты посмотри своих ребят. Там, где надо, где мы обозначали пункты, где должны находиться твои ребята, сил специальных операций. На ротационной основе, особенно в жару, смотри, чтобы ребятам было как-то удобнее, на ротационной основе нам надо там несколько человек в этих пунктах, чтобы они находились. Остальных места постоянной дисфокации отводи. И посмотри по Министерству обороны в целом, если надо будет отвезти к этого войска, отводите. Не должно быть никаких лишних мероприятий. Но еще раз повторяю, и время, прошедшее после того, как я об этом говорил, подтверждает то, что нам надо не пропустить Запада. Вот там идет активизация. Поэтому северо-западное направление, там ребята должны быть готовы ко всему. Они нас провоцируют, чтобы втянуть в эти разборки, в эту войну. Нельзя этого допустить. Это будет проигрыш очень серьезный. Нам придется потом участвовать. Спасибо. Спасибо.